в предыдущей серии нашего проекта мы с ириной руть начали разговор о расходах расходах на содержание недвижимости стартовали с налогов и сегодня поговорим о воде электричестве вывозе мусора коммунальным платежам свет вода обслуживание комплекса в испании счет за свет и воду состоит из двух частей первая часть это фиксированная сумма вне зависимости от того проживал кто-то или нет необходимо ее оплатить и вторая часть это непосредственно из расчета из расходованных кубов воды и голова цвета если говорить детально по цифрам счет за свет фиксированная сумма составляет от 14 до 16 евро ежемесячно почему диапазон отличается в несколько евро район в дом то есть это есть разница и один киловатт света стоит 14 центов вода вода также из двух частей счет состоит одна часть фиксированная это 12 14 евро также в зависимости от дома года постройки и один куб воды стоит 55 центов по твоему опыту понятно все пользуются электричеством по-разному кто-то много воды льет кто-то мало но вот семья там из трех четырех человек которые месяц активно живет в своей квартире в таревьехе сколько она потратит на электричество и на воду если они не совсем уж транжиры но средний показатель на воду это будет примерно от 25 до 35 евро в месяц с учетом вот этих длина это уже будет конечный счет к оплате что касается света здесь естественно зависит от интенсивности использования но в среднем можно сказать что будет счет от 40 45 евро до 100 120 150 но это 150 если совсем большой дом интенсивно использовать плюс компания по энергоснабжению предлагает разные тарифы это очень удобно можно подключить тариф например день-ночь это когда с 11 утра до 10 вечера один тариф а с 10 вечера до 11 утра другой тариф отличается существенно например в ночное время будет 1 киловатт стоит 6 центов а в дневное 16 и например если устраивает какую-то семью там стирать купаться и все основное делать да то можно существенно экономить и также есть тариф например 8 часов можно выбрать любые 8 часов даже не слитные а там четыре или три часа утром и четыре или пять часов вечером и точно также в эти в период этих восьми часов будет стоимость 6 центов за киловатт а в остальное время 16 15 16 есть еще существенные наверное не всегда заочно подсчитываемая статья расходов связанная с конкретным жилым комплексом и конкретным домом в котором ты живешь да конечно обслуживание территории бассейна лифта это все коммунальный платеж он естественно зависит от того насколько облагорожено сколько благ вокруг на прилегающей территории если это просто отдельно стоящий дом где нет прилегающей территории не бассейна это только обслуживание подъезда то это будет платеж конечно минимальный практически если это комплекс на территории которого расположено несколько бассейнов джакузи детские площадки бывает такое что и тренажерный зал и рестораны кафтерии даже то стоимость коммунального платежа ежемесячно в таком комплексе может достигать до 160 евро то и в среднем если что-то среднее если комплекс закрытый но там есть один или два бассейна зеленая зона отдыха то это будет 50 евро в месяц 60 евро в месяц ну то есть порядок ты назвала верхнюю цифру 160 плюс-минус минимальная цифра это там 25-30 или побольше все-таки нет 25-30 иногда бывает даже 15 да и нужно отметить что отдельно стоящие виллы очень редко имеет этот коммунальный платеж потому как правило они находятся на такой территории где прилегающую территорию уже убирает городские службы и никакого коммунального платежа нет а собственник самостоятельно следит за своей территории внутри за чисткой бассейна уборкой когда он хочет сколько хочет или сам делает или кого-то нанимает отдельная статья расходов по которым мы не упомянули телевидение и интернет да эта статья есть она же не обязательно но в наше время наверно 1 до люди приезжают не спрашивает если море спрашивает если интернет средние цены на хороший скоростной интернет 100 мегабит около 20 25 евро в месяц на сегодняшний день есть компании которые предоставляют более того услугу когда можно подключать и отключать на определенное количество дней или по месяцам например это удобно для собственника только которые не проживают а сдают свою квартиру и я не знаю что заселение будет там в таком-то месяце интернет подключили в таких-то месяцах не будет отключили соответственно оплачивая только за использованный период что касается телевидения то отдельный пакет телевидения примерно стоит также 20 25 30 зависимости от количества каналов и качество способа подключения там тарелка это или кабель и есть пакетные услуги то есть в одном предложении и интернет и телевидение и цены как правило на такие пакеты немножко выходят ниже чем покупать два отдельно сколько стоит вывоз мусора оплата за вывоз мусора зависит от региона в нашем регионе 21 евро 36 центов один раз в шесть месяцев как я получаю квитанции об оплате за свет за воду и в какое время я должен их платить квитанции можно получить несколькими способами по умолчанию они приходят на на быть по обычной почте в почтовый ящик можно оформить соглашение чтобы квитанции приходили по электронной почте также можно зарегистрироваться на сайте данных компаний создав себе электронный кабинет в котором можно увидеть все квитанции оплаченные или нет можно менять тарифы вот те о которых мы говорили это очень удобно и тогда они не нужно ждать и чтобы пришли квитанции по обычной почте или по электронной сразу можно их там увидеть это что касается коммунальных платежей света и воды квитанции за интернет и телевидение как правило приходит по электронной почте а квитанции на оплату налога на недвижимость и за вывоз мусора приходят по обычной почте и списываются автоматически со счета если вдруг по каким-то причинам оплата тебе не пришла или ты оплатил не вовремя что делать в таком случае в таком случае нужно обратиться в данное учреждение и запросить дубликат квитанции чтобы можно было оплатить и если уже был просрочен срок к оплате то возможен будет штраф этот штраф тоже нужно будет оплатить поэтому очень важно всегда понимать что пришло время оплаты квитанции если она не пришла нужно побеспокоиться о том почему и приложить усилия к тому чтобы возобновить или запросить дубликат нашей компании к слову есть послепродажная рассылка когда мы напоминаем в какие сроки обязательно нужно проследить чтобы было автоматическое описание со счета налога или если нет автоматической оплаты то чтобы наши клиенты не забыли оплатить налог своевременно и не пришлось потом оплачивать штрафы периодичность оплаты за свет квитанции ежемесячно приходит за воду один раз в три месяца за мусор один раз в шесть месяцев налоги один раз в год ну что ж на сегодня достаточно хотя темы расходов мы еще коснемся в следующей серии на очереди страховка и обязательные платежи банку